покажет титулы которые могут просканировать java а для того чтобы нам установить данные сервисы мы можем пойти тремя путями первый путь мы можем соответственно установить конкретный сервис по имени можем установить сервисы относящиеся к какому-то конкретному серверу сервису можем установить утилит относящиеся к конкретному сервису либо можем установить сразу все утилиты для этого здесь есть эти вот команды install и указание сервиса то есть мы здесь пишем допустим там install http он нам установит все туры которые относятся к http install tool и tool name соответственно здесь мы пишем допустим там в пск и он нам установит только выпуском столов у нас установят соответственно все если вышли обновления можно по той же схеме обновить сервис если какие-то сервисами стали не нужны то их можно по он инсталлировать а следующая перейдем к атакам к тому что здесь называется атак тулбоксе так работала на атаке уже нет но видим этой издержки питоновского скрипта смотрим что нам позволяет атака здесь соответственно мы можем указывать некоторым несколько различных ключей ключ минус ты это на цель то есть мы можем сканировать либо конкретную цель либо конкретный сервис то есть мы можем указать допустим что мы хотим сканировать на данной машине там только http или там только там какой-то еще сервис при этом у нас не будут сканироваться все остальные если мы указываем просто торги то он будет сканировать по всем возможным сервисом которые он может найти также здесь соответственно можно использовать если системе установленный map он будет использовать и нам от для проверки по баннерам брутфорс можно делать ну то есть здесь очень очень много всяких разных сервисов которые можно использовать и и вот здесь можем в экзамплах видеть что соответственно мы можем допустим указать ему и 3 цели и указать что только mysql он будет смотреть либо там только ftp либо не указывать соответственно минус с и он будет у нас смотреть все допустим попробуем просканировать час сайтик не сайте к машинку на которой болтаются в веб-ресурсы не будем указывать соответственно ему никаких больше параметров чтобы он просто по максимуму ее тренировал порт указать единственно порт там идет можно указать так и он поймет что ему надо 80 порт смотреть можно указать через двоеточие порт можно соответственно указать вот так вот что этаж или башни весы как теперь а соответственно здесь он ну здесь он сейчас ничего нам дельного не покажет потому что сканирование по данному хосту уже производилась и повторно он ссылается на то что у него эта информация вся есть в базе данных и если дать дальше запустить сканирование то он будет смотреть то что то что он ранее не находил и здесь мы с вами видим соответственно вот он запускает ну пытается запустить in mac пытается запустить соответственно все утилиты которые у него возможны но так как они здесь в большинстве своем не установлены то он здесь ничего не покажет если установить здесь все утилита то соответственно он покажет здесь максимально возможную информацию какую только можно вам для дома все для выполнения домашнего задания нужно будет установить все утилита и попробовать просканировать какую-нибудь машинку своей сети для того чтобы посмотреть максимальную выдачу данного по и соответственно понять его возможности но ждать мы дальше не будем я отменю сейчас здесь и дальше мы посмотрим как это у него все хранится в базе данных джокер и бддб и мы попадаем в интерфейс работы с хранимой информацией здесь мы можем написать help и посмотреть что соответственно мы можем увидеть с использованием данной системы хранения мы можем посмотреть результаты сканирования можем посмотреть уязвимости которые были найдены ну так как здесь сейчас не установлено каких было ресурсов которые ищут уязвимости то если мы напишем здесь в ум 100 соответственно никаких уязвимости мы здесь не увидим но если будет установлено все и сканирование полностью пройдет то здесь будет отображено соответственно все уязвимости которые найдены с этого ешки а соответственно также здесь мы можем посмотреть хосты которые у нас были когда-либо просканированы то есть он здесь пишет полную информацию об этом хосте айпишник хостным если днс сервер установлен и есть какое-то имя то соответственно хостным здесь определиться операционная система ну в данном случае он очень интересно определил операционку он определил что это windows windows ван хорн хотя на этой машинке на самом деле десятка стоит то есть не всегда он правильно определяет версию операционки вот что касается просмотра результатов к сожалению если мы просто напишем здесь резал то он нам ничего не даст здесь нам нужно да он покажет нам справку по резал то соответственно мы можем искать информацию по резал то только поиск информации соответственно осуществлять по резал то а мы можем либо вывести всю информацию по сканированию с использованием айдишника этого сканирования то есть в данном случае нужно запоминать что допустим у нас сканирование такое то было там под номером один сканирование такое то было под номером два к сожалению вот эти вот вещи нужно запоминать либо куда-то записывать потому что иначе придется методом перебора искать те сканирования которые были в данном случае у меня здесь производилось два сканирования поэтому можем написать либо резал минус c1 либо резал минус c2 а и посмотреть соответственно здесь полный вывод по каждому из сканирований то есть что он здесь определил что нашел какие возможны какие соответственно версии а были какие уязвимости у них возможно а ну в данном случае уязвимости он никакие не определял как я уже сказал потому что не установлена здесь сервисов для определения уязвимости а также здесь есть возможность текстового поиска то есть если мы напишем минус с большое то написав здесь любую фразу например там было сканировано то есть вот допустим я сканировал друпал на этой машинке и он может нам найти всю информацию где встречается соответственно друпал также можем искать в принципе по любому слову можем искать по можем искать допустим по айпишнику можем написать здесь 12 168 041 и он нам найдет соответственно всю информацию в которой присутствует данный айпи адрес но ищет он только по соответственно вот этой вот графе по соответственно имени он искать не может по сервису на 5 не может ищет он только по графе которая у него называется результаты поиска а а а это что касается джокера какие-нибудь вопросы по нему есть окей окей тогда перейдем к следующему нашему герою это опан вас опан вас а опан волна рабилити тест мент систем или открытая система оценки уязвимостей это фреймворк состоящий из большого числа тоже сервисов и утилит который позволяет производить сканирование узлов сети на наличие уязвимостей и управление найденными уязвимостями данное по является свободно распространяемым и как бы денег не требует что хорошо в отличие от множество других сканеров предназначено оно для активного мониторинга узлов вычислительной сети на предмет наличия проблем связанных с безопасностью а также оценки серьезности данных проблем в основе опан вас лежит постоянная коллекция постоянно выполняемая коллекция тестов безопасности а также он подключен к базам уязвимостей которые соответственно позволяют сопоставить данные и показать наличие уязвимостей в ходе работы опан вас может как сканировать порты так и посылать соответственно сформированные специальным образом пакеты для там авторизации на узле также там для имитации атак может получать доступ к шеллу если это допустим там линуксовый какой-то сервис сервер и может пробовать даже выполнять команды в данном шеле и на основе этих манипуляций собираются данные которые система анализирует и делает вывод о наличии либо отсутствии проблем с безопасностью данный сервис у нас не установлен по умолчанию в кали для его установки не нужно ничего скачивать ни с каких репозиториях ничего он есть в репозиториях кали поэтому достаточно просто написать apc install и написать open was и нажать соответственно enter а он проинсталирует сам все необходимые службы сервиса после того как произойдет этот install необходимо запустить команду open в сетап данная команда соответственно произведет подключение к серверам разработчиков скачает оттуда все актуальные базы уязвимостей скачает все актуальные тесты по безопасности и произведет первоначальную настройку самого open was а в конце этой настройки она довольно длинный период времени может идти на самом деле все зависит от скорости интернета потому что выкачивать он информации будет очень много и в конце установки он выдаст данные для авторизации первоначальные данные для авторизации в системе эти данные нужно обязательно себе сохранить куда-нибудь потому что ну там будет логин и пароль для авторизации в веб-интерфейсе а если вдруг после этой установки по каким-то причинам не получилось сохранить логин и пароль не надо бежать все переустанавливать потому что у openvasse есть отличная утилитка которая называется openvasse md она позволяет соответственно нам проводить различные менеджментные операции с openvasse в частности беспроблемно менять пароль админа то есть мы указываем ему ключ минус-минус юзер и юзернейм и указываем где здесь это вот и указываем ключик new password то есть если мы ему соответственно здесь напишем минус-минус юзер равно админ указан меню паспорт там равно допустим вот так то он соответственно изменит нам по нажатию enter админский пароль на пароль 1 2 3 4 5 ну это на всякий случай если вдруг возникнут какие-то проблемы с запоминанием того пароля который он вам будет после установки после соответственно проведения установки вы увидите такой вот экран и после вот этих вот многоточий здесь будет соответственно написано что логин админ пароль такой-то и у вас будут запущены два соответственно сервиса сервис менеджмента и сервис сканера а для доступа к сервису сканера нам нужно перейти будет браузер и написать localhost двоеточие и порт 93 92 это порт который по умолчанию назнать назначается данному сканеру этот порт в принципе если допустим он по какой-то причине занят другим программным обеспечением то его можно точно также с помощью openvac md изменить и здесь вот у нас есть для этого ключик мы можем использовать любой другой порт который нам захочется но насколько мне помнится и этот ключик не устанавливают по умолчанию этот порт а он просто его меняет на текущий ся могу ошибаться но по-моему это так соответственно производим вход в камер и видим главное меню сканера по умолчанию он сразу здесь открывает общий дашборд то есть на котором мы видим информацию по всем проводимым сканированием видим информацию по количеству проверок которые может осуществлять браузер то есть вот этот вот бублик назовем его так он не показывает количество найденных уязвимостей он показывает количество тестов вот здесь мы видим нвт по классам и всего количество тестов у нас 59 246 всевозможных тестов которые может использовать данный сканер из них у нас почти 26 тысяч тестов на уязвимости высокого уровня ну то есть критичные на медиум уязвимости у нас 20 почти 27 тысяч и на самые там минимальные их меньше а для того чтобы начать сканирование сканирование мя точно видно и не отвалился видимо какой-то глюк скале пошел это и 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 перейти во вкладку «Скан». В данной вкладке у нас по умолчанию точно так же открывается дашборд, где мы видим последние сканирования, видим их статусы, видим, соответственно, когда, и видим максимальный класс поизлимости, максимальную оценку, которые были найдены. То есть мы видим, что у нас по каждому из сканирований были найдены очень критичные уязвимости. В данном случае по первому двум десятого самого максимального уровня критичности и по последнему не максимального уровня критичности. Для того, чтобы добавить новую задачу сканирования, мы должны нажать с вами на звездочку и здесь у нас будет окошко создания новой задачи. Мы должны здесь заполнить имя, должны выбрать цель, соответственно, при каждом сканировании цель записывается в базу данных и мы можем выбирать из существующих уже целей, можем искать здесь, если здесь список большой, можем поиск осуществлять. Также по нажатию на звездочку можем создать новую цель. Здесь, соответственно, заполняется то же имя, заполняется IP-адрес цели, заполняются, если нужны какие-то, ну, если хочется именно, скажем так, глубокого анализа, то заполняются креденшалсы на доступ, у нас указывается здесь доступ по SSH, SMB-доступы, если там какие-то есть шары, если есть домен, например, и так далее. Доступы к SSH, если мы виртуально сканируем NMP-доступы, если мы сканируем какие-то маршрутизаторы, там, ссылки и так далее. Здесь выбираются у нас порты, которые будут сканироваться. Соответственно, мы можем здесь выбрать, допустим, там, топ-100 портов, UDP-шных, там, допустим, можем выбрать все порты T-шепишные, то есть, ну, здесь много разных вариантов. Также мы можем создать свой набор портов, которые мы хотим сканировать. То есть, здесь мы пишем, допустим, что мы хотим сканировать TCP-порты, это T-точка. Дальше идет перечисление портов, которые мы хотим сканировать, и UDP-порты мы хотим, допустим, сканировать, там, такие-то. То есть, мы пишем U двоеточие и перечисляем порты. То есть, соответственно, мы можем здесь либо указать, там, оба, что мы UDP и TCP хотим сканировать, либо можем что-то одно указать, что мы хотим, допустим, только TCP-порты сканировать, UDP отсюда можем убрать. Это что касается настроек сканирования. Закрываем. Дальше здесь мы можем настроить графики сканирования, то есть, это будет, там, одноразовое сканирование или, там, несколько сканирований в определенный какой-то промежуток времени. Можем ему указывать сканер, которым он будет производить сканирование. В данном случае у него используются два типа сканера. Это OpenVAS Default. Это сканер, который проверяет, в том числе, симитацию атак, ну, то есть, может проверять симитацию атак, если мы ему укажем в настройках. То есть, он будет проверять вообще все возможные методы, средства и так далее. Либо можем выбрать только CVE-сканер. В данном случае он у нас пройдется по баннерам и выдаст, соответственно, информацию только на основе баннеров. После того, как мы заполнили здесь все, мы нажимаем Create, и у нас появляется здесь в списке новое сканирование. Для того, чтобы его запустить, ну, либо мы настраиваем, соответственно, шедулер, по которому он будет запускаться, либо, если это одноразовое сканирование, то здесь нажимается, соответственно, кнопка Start. Сканирование могут идти в разное количество времени в зависимости от количества сервисов, запущенных на потенциальной жертве. И после того, как у нас прошло сканирование, мы с вами увидим результаты. Результаты. Здесь мы можем посмотреть информацию о таске, то есть, что мы хотели посмотреть. Вот в данном случае я тестировал машинку BeWAP дефолтным сканером по полному перечню проверок. Какие есть проверки, мы можем посмотреть с вами в Configuration в вкладке Scanner. Здесь мы видим сканер CVE и видим сканер Default. Также мы можем тоже создать новый сканер, но обычно это не нужно, бывает, но может быть кому-то из вас пригодится. Мы перейдем сейчас в дефолт и здесь мы видим... Мы нажмем на... Почему он не дает на редактировать? Очень-очень странно.